приветствую вас на канале неизведанная скандинавия я сейчас нахожусь на острове эланд или эланд как его по-русски также называют ну и я подъехал место в которое я просто не мог приехать это место которое интересно тем что здесь находится крупнейший скандинавии борий или городище которая сохранилась до наших времен достаточно хорошем состоянии это городище называется гроба ри серое городище поселение здесь была основана как минимум шестом веке но вот в том виде в котором с тем или иным успехом она дошла до наших времен она была построена в двенадцатом веке представляет собой неправильный круг размером примерно 230 на 160 метрах 12 век есть даже вот арка такая осталась я туда подойду потом чуть позже здесь вот также двенадцатый век руины часовни святого кнута часовни святого кнута также была устроена в двенадцатом веке одновременно со строительством вот этого небольшого по нашим меркам но достаточно большого по меркам двенадцатого века поселения но ты здесь такой двор с овцами что я пойду дальше посмотрите что там у нас за поселение в чем она еще интересно в двенадцатом веке это тоже интересно мне как человеку который родом из минска из беларуси так вот в двенадцатом веке была такая софия владимировна или как ее называли в скандинавии софия афминск афминск то же самое что по немецки фон минск подчеркивает то что она родом из минска она была дочерью владимира глебовича и матерью ее было польская принцесса рыкса но что-то у них не залазилось она развелась с владимиром глебовичем и недолго думая оказалась швеции и вышла замуж за шведского короля при этом она взяла с собой свою дочку софию которой на тот момент было около десяти лет и вот по легендам дочка софия софия в минск достаточно долгое время жила и воспитывалась именно тут за стенами гробория вот видите по реконструкции примерно так должны были выглядеть эти стены в те времена чем еще известно софия минская по отзывам скандинавов не говорили что она была красивая но при этом стерва при этом не поясняется в чем именно это проявлялось может быть это просто зависть они признавали то что она была красивой но при этом она была не шведкой не датчанкой не норвежской ну нужно было как-то свое самолюбие успокоить ну не знаю ничего не могу сказать это опять-таки такие мнения на уровне легенд здесь здесь тоже остатки такого канала поле продолжается вот здесь стены вот чем она знаменита еще софия минская не только тем что она какое-то время жила здесь на острове раунд однако и тем что она стала достигнув возраста 17 лет женой короля дании которого как то ни странно тоже звали вальдемар ну или владимир ну вот здесь вы видите по большому счету ничего кроме стен не осталось вот так выглядит это поместье напомню это крупнейшая не только на олэнде не только в швеции но и во всей скандинавии сохранившаяся в таком замечательном виде поместье средних веков а точнее оно было построено здесь в двенадцатом веке ну вот так спасибо за внимание до следующих встреч на канале неизведанная скандинавия всего доброго 2 4 6 6 6